Состоялась 61-я открытая сессия Совета Славянского района, прямая трансляция которой велась на экране Театральной площади. На сессии Роман Синеговский отчитался об итогах социально-экономического развития Славянского района за минувший год. Какую оценку дали краевые власти и районы, парламентарии, работе главы района и муниципальной власти, подробнее расскажет Тина Капачевская. Еще до сессии началась выставка товаров и услуг предприятий Славянского района. На ней была представлена продукция лучших производителей – хлебозавод Славянский кирпич Славпром. Одно из предприятий – Белара, производит трикотажную одежду. На рынке предприятия работает более 15 лет. Изготавливает производство женский, мужской и детский трикотаж, нижний белевой трикотаж. В ассортименте присутствует группа размерного ряда с 0 веков до 66 размера. В фойе Дома культуры собирались депутаты, руководители предприятий и учреждений, предприниматели, председатели ТОСов, представители общественности. Мы поинтересовались у них о том, какие изменения происходят в Славянском районе и попросили дать свою оценку деятельности главы и администрации района. Глава видит все, он наблюдает за всем, он знает наши проблемы чаяния, он знает, какие у нас еще проблемы. И мы знаем, что, наверное, зная историю, он не будет оглядываться назад. Мы это помним и храним. Но мы должны шагать вперед уверенно, смело, потому что мы должны знать, что у нас лучший район в Краснодарском крае. По некоторым параметрам это точно у нас. И спорт, и культура у нас. И здравоохранение должно быть на высшем уровне, потому что у нас есть такие специальности, которые в других районах просто нет. И, конечно, с поддержкой главы мы чувствуем себя уверенно. Работа главы, когда не может быть без команды, без поддержки жителей всего города, я думаю, нужно дать самую достойную оценку. Потому что это работа, которая видна всем. И нам, жителям города, и руководителям, гостям нашего города. Это работа, которая оценивается всеми нами. Это и чистые улицы, это и фонари, которые горят, это и наши клумбы, и это наши малоархитектурные фонари. Фонари, которые украшены. И строительство детского садика, и введение новых групп, и те ремонты, которые делаются. Это все то, что создает ощущение вообще красоты, покоя, достатка. И самое главное, вот ту работа, которая огромная, которая ведется. Город красивый. Значит, руководство видит все свои проблемы и следит за тем, чтобы город наш был привлекательным и в части для бизнеса крупного. Потому что, надо сказать, что у нас пока мало таких предприятий крупных, исключение битумного завода, а так в основном сельское хозяйство. Хотелось бы, чтобы развивалась промышленность. Я как житель города, который прожил здесь более 60 лет, вижу, что город меняется. И езжу по стране, вот был недавно в Железноводске, вроде бы курортный город. Туда приезжают десятки, сотни тысяч человек. Но я сравнивал его с нашим городом по чистоте, по комфортности. И должен сказать, что мы в этом плане выиграем, потому что действительно город чист, какие-то строятся сооружения, парки, скверы, ремонтируются. Расширенную сессию открыл председатель совета Григорий Литовко. В её работе приняли участие заместитель губернатора Краснодарского края, министр финансов Иван Перонко, заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский. После этого выступил с докладом глава района Роман Сенеговский. В начале своего доклада он подчеркнул, что формат открытой сессии позволяет сделать работу власти максимально прозрачной, а народную оценку – объективной. Эффективная работа власти, всех ветвей и уровней – это лозунг дня. Труд главы района и его команды оценивается населением через повышение уровня качества жизни. И чем полнее районная казна, тем больше средств можно вложить в развитие территории. Роман Сенеговский отметил, что хорошие показатели в прошлом году демонстрировал реальный спектр экономики. Положительные темпы роста сложились во всех отраслях – промышленности, строительстве, розничной торговли, сельском хозяйстве, общественном питании и платных услугах населению, транспорте и связи. Большая часть доходов района казны тратится на социальную сферу. Отрасль здравоохранения постепенно выходит на новый качественный уровень, отметил глава района в своем докладе. Совместно с администрацией края решаются проблемные моменты здравоохранения сразу по всем направлениям. От улучшения материально-технической базы лечебных учреждений до обеспечения кадрами. Из всех источников финансирования в прошлом году на здравоохранение затрачено более 800 миллионов рублей. Выполнены капитальные текущие ремонты перинатального центра, двухэтажного здания поликлиники номер 2, старого корпуса поликлиники номер 1, первого этажа Петровской участковой больницы, кровли детской поликлиники, девяти фапов в хуторах и поселках района. Потрясли образования за минувший год тоже было сделано немало. Большинство средств из бюджетов всех уровней были вложены в модернизацию, в укрепление материально-технической базы учреждений образования. Выполнены большие объемы капитальных ремонтов и строительства. Это ремонт спортивных залов в трех школах и шести групповых ячеек в пяти детских садах, мягкая кровля в трех образовательных учреждениях, реконструкция пищеблока в школе номер 25 в станице Анастасиевской, обустройство внутренних туалетов в четырех школах и одном садике. Кроме того, построен новый объект футбольная поля на территории городской школы номер 5. В докладе главы прозвучали итоги работы и по другим направлениям – физической культуре и спорту, молодежной политике, социальной поддержке населения. О результатах работы губернатора и его команды по реализации приоритетных направлений развития Кубани проинформировал участников сессии заместитель губернатора Краснодарского края Иван Перонко. Если говорить об итогах 2014 года, то что у нас практически по всем показателям экономического развития темпы роста опережают среднероссийские. Конечно, главный показатель – это рост валового внутреннего продукта края, который превысил 1,6 трлн рублей и рост почти 1%. А за последние 5 лет валовый региональный продукт края вырос более чем на 22%. В этом, конечно же, есть и заслуга тружеников, и ваших предприятий, о чем говорил глава в своем отчете. Конечно, самое важное и отрадное сейчас – это, конечно же, развитие промышленности. И отрадно, уделяя этому внимание уже где-то 4-5-6 лет, мы добиваемся серьезных показателей. Край начинает характеризоваться не как аграрный и аграрно-промышленный, а как край промышленно развития с высокими технологиями. Сегодня по объему промышленного производства, который в прошлом году составили 770 миллиардов рублей Краснодарский край, превышает Ростовскую область и Волгоградскую область, которые, конечно же, по экономическому потенциалу промышленности были всегда выше Краснодарского края. Иван Перонко дал высокую оценку работе власти. В достаточно емком, всестороннем отчете главы увидели, что за отчетный год, имею в виду 14-й, в вашем муниципальном образовании в целом и в каждом поселении, городе, станице и хуторах немало сделано. И это, наверное, главный итог работы 2014 года и администрации района, и администрации поселений. То есть мы, в принципе, можем сказать, что, как сейчас модно говорить об этом, качество и уровень жизни населения Славянского района повышается. И это главная задача, которую ставит перед нами губернатор Александр Главович Скачёв. Депутат ЗСК Виктор Чернявский доложил собравшимся об итогах своей деятельности в 2014 году. Осветил вопросы, которым уделялось большое внимание законодательным собраниям края. В рамках выполнения антикризисного плана особо выделил поддержку аграриев и развитие малого и среднего предпринимательства. Деятельность депутатов ЗСК – это тоже часть работы по решению вопросов социально-экономического развития района. Той большой работы, которую проводит администрация, совет районных жителей района. Потому что мы в одной команде, мы избраны населением и ответственны перед ним. В 2014 году депутаты ЗСК на 13 сессиях рассмотрели свыше 700 нормативных актов, касающихся развития края. Мы провели в районе больше 50 встреч отчетов перед избирателями. Постоянно работали наши приемные депутаты. Мы рассмотрели свыше 500 в общем писем и обращений граждан, большая часть которых касалась вопросов местного значения. Я признателен Романовичу вам, вашей команде, Реоргиевичу Совету депутатов, главам поселений, за ту помощь в отработке вопросов, которые ставило перед нами население. Председатель районного совета Григорий Литовко отчитался о работе депутатов в прошлом году. Из общего количества поступивших обращений жителей решены более 80%. Остальные находятся на контроле у наших депутатов. В период новогодних и рождественских праздников депутаты Совета в своих избирательных округах посетили и поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Депутатами оказывалась помощь на ремонт и приобретение оборудования в школы, в детские сады, учреждениям дополнительного образования. Всего на общую сумму более полутора миллиона рублей. Он же подвел итог работы сессии. С учетом поступивших предложений районы и парламентарии признали работу главы администрации удовлетворительной. Депутатский корпус понимает, что главная ответственность за выполнение всех задач лежит на главе муниципального образования Славянский район и администрации районов. И мы, депутаты, всегда готовы поддержать созидательный курс нашей администрации. Спасибо. Предлагаю работу главы района и администрации за 2014 год признать удовлетворительной. Свою оценку деятельности главы администрации дали Иван Перонко и Виктор Чернявский. Сегодня состоялся отчет главы Славянского района. Самое главное, главе, наверное, было просто. Почему? Потому что ему было о чем говорить. Потому что за 2014 год в Славянске очень и в городе, и в районе очень много сделано. Конечно же, прежде всего это экономика. И мы видим, что экономика и практически во всех отраслях очень бурно так развивается. Строительство дало там рост очень большой. Отрадно, что промышленность Славянского района, города Славянска стала активно развиваться. Рост более 60%. Мы видим, что строятся жилые дома, объекты социальной культуры, новые предприятия, производство. Отчет содержательный, большой. Я думаю, что он удовлетворил всех. И администрация, в общем-то, видит и проблемы, где-то есть нерешенные вопросы, но и знает, как их решать. Задачи поставлены. Я уверен, что в 2015 году, несмотря на сложности, Славянский район будет динамично развиваться, а качество жизни жителей будет лучше. Очень отличительной чертой стиля работы Романа Ивановича, членов его команды, является то, что они в постоянном диалоге с людьми. Это отчеты на местах, это приемы граждан, это выезд на объекты. Глава, его команда, специалисты, постоянно в уши людей. А это значит, что они из первых уст слышат реакцию на работу. Они обсуждают те действия, которые нужно предпринять. Они объясняют, в чем наши победы и почему у нас есть неудачи. И поэтому сегодня с удовольствием слушал отчет. Такой он был фундаментальный. За год отчет, который показал, что работа проделана большая. Работа вместе с людьми, во имя людей. Задачи стоят тоже немаленькие. Но есть силы, есть желание, есть уверенность в том, что они будут выполнены. Будут построены новые объекты, будет повышаться заработная плата, будет расти благосостояние людей, будут решаться наказы избирателей. Глава района Роман Сенеговский отметил важность проведения открытых сессий и отчетов на них власти. Очень приятно, что ряд показателей, цифру прямая вещь мы говорим, да. Очень приятно, что ряд показателей они поднялись. Мы видим, что есть у нас определенные точки роста. Точки роста в сельском хозяйстве, в экономике, в социальных программах каких-то принимали участие и достигали определенных результатов. Поэтому я считаю, что нам есть чем гордиться. Есть возможность гордиться нашими сельхозниками, нашими спортсменами. В области культуры неплохо мы поработали. Ну и то же самое мы видим свои, наверное, направления, в которых нам надо немножко поусердствовать и поработать более целеустремленнее и напряженнее. Поэтому это правильное мероприятие по инициативе губернатора нашей Кубани Александра Николаевича Ткачева. Они проходят во всех муниципальных образованиях. Мне приятно, что нам поставили все депутаты, поставили оценку удовлетворительно. Значит, мы на верном пути будем продолжать работать и достигать определенных результатов. Наступивший 2015 год будет непростым. Главе района вместе с жителями предстоит решить жизненные задачи. Нет сомнения, что наше кубанское трудолюбие, единство, желание слышать и понимать друг друга помогут нам справиться с любыми трудностями. Тина Копачевская, Алена Лавринова, Александр Косицын, Георгий Калинин, Игорь Иванчугов. Программа «События».